если грубо да вот видение статистики в итоге как получается там например инструмент ну неважно золото фунт s&p 500 или нефть назовем инструмента a b c d e f g и так далее 10 инструментов 10 сделок например вы совершили результат прибыль сделали убыток убыток прибыль убыток убыток то есть такой вот вариант вполне реальный который может происходить в торговле итого получается 4 это значит 4 к одному например берете специально брал стандартные цифры чтобы для визуального восприятия здесь может быть и 5 и 7 к одному или 3 к одному зависимости опять же вашей статистики подходов я взял 4 например и убыток минус 1 без учета комиссии и того плюс получается 3 и того минус 7 то есть плюсов 30 процентов минусов 70 процентов логично если это все сложить получается плюс 5 без учета комиссии относительно просадка раз-два-три-три убыточных сделки то есть примерно так вы вы кристаллизовываете какой у вас максимальный drawdown этот уровень просадки в дальнейшем вам позволит закладывать именно риск на одну сделку но для этого нужен нужен неплохой массив статистики потому что ориентироваться на 10 сделок это конечно практически ни о чем то есть хотя бы 50 а желательно статисты советую 200 сделок но я говорю о том что 50 в принципе достаточно чтобы сделать какие-то выводы вы будете по крайней мере видеть какая максимальная серия убыточных сделок при активной торговли особенно когда трейдер периодически залазит состояние тильта эти просадки могут быть могут составлять даже десяток убыточных сделок это вполне реальная цифра как я уже сказал это все вытаскивается потенциалом при активной торговли ну и дальше уже вы работаете неспосредственно со статистикой и риск приходите к риск менеджменту например вот если взять эту ситуацию вот вот это вот ситуация который мы рассмотрели процент положительных сделок 30 риск на сделку 1 процент максимальный убыток подряд 3 то есть ваша максимальная просадка 3 процента это прекрасная цифра если вы делаете не более трех максимальных убытков подряд но как говорит опыт моей торговли при активной торговли все-таки сложно вот эту цифру выдержать то есть максимальное количество убыток подряд будет гораздо больше при более отдаленных стопах при более высоком проценте положительных сделок это в принципе 3-5 максимальное количество убытков принципе реально выдержать это нормально коэффициент прибыль риск 4 поставил без учета комиссии количество сделок например 10 в месяц ожидания в месяц ожидания годовых то есть все это математика все это высчитывается и вот именно над этим вы должны работать при дальнейших при дальнейших ваших подходах и дальше уже анализировать какой у меня процент положительных сделок а если бы я больше потенциал брал как это повлияло бы на процент положительных сделок а если я уменьшу потенциал например не 4 к 1 а 3 к 1 беру как это влияет на процент положительных сделок вы начинаете уже действительно работает со статистикой оптимизировать цифры и искать наиболее эффективный подход а что будет Вот если вот эта вся красивая картинка, да, кажется, ну все прекрасно здесь смотрится, сравните с банковской процентной ставкой, но здесь всего лишь добавится одна убыточная сделка, то есть будет из 10 не 7 положительных сделок, то есть не 7 отрицательных сделок, а 8 отрицательных сделок. То есть у вас будут тогда 2 положительные сделки, на каждые 10 это будет 20%, посмотрите как сразу меняются цифры, то есть вы уже оказываетесь в нуле, за вычетом комиссии вы уже в минусе. То есть очень важно вот эти вот мелкие подробности, одна-две сделки, для чего обычно создается запас, запас прочности. А что если совсем трейдер впадает в состояние тильта, у него ничего не получается, он проходит неудачную серию, скажем, в своей торговле и процент положительных сделок падает до 15%, при тех же 4 к 1, например, уже минус 30. Поэтому и проводится оптимизация, и смотрите наиболее эффективный подход. Если вы активно торгуете, может быть стоит здесь закладывать более высокий коэффициент прибыли к риску. Может стоит брать 5 к 1 или 7 к 1, но это надо анализировать, смотреть свои сделки и делать выводы. То есть если вы берете, например, 5 к 1, как это повлияет на процент положительных сделок? Если вы, например, заложили 10 к 1, а у вас процент положительных сделок тут же упал до 10% или до 5%, опять же, вы себе должны ответить на вопрос, имеет ли это какой-то интерес. То есть, опять же, каждый раз вы работаете со своими сделками, со своей статистикой. Если вы крутите, у вас не получается ни так, ни так, у вас получается в любом случае процент положительных сделок, речь уже идет об опыте и речь идет о понимании рынка. Значит, действительно, есть большие проблемы не только с выходами, но и с точками входа. То есть интерпретация ситуации, выставление стопов, характер движения. Значит, вы, скорее всего, выбираете не самые интересные инструменты, которые могут сходить, которые могут дать потенциал. Возможно, вы выбираете шумные участки, не самые удачные. Или, наоборот, крайне волатильные участки выбираете, но с короткими стопами, где вас, скорее всего, выбрасывает, а инструмент идет в сторону предполагаемого направления. Поэтому я здесь пишу, почему важен РМ и ММ, то есть риск менеджмент и мани-менеджмент. Как только начинается тиль, цифры тут же начинают топить оппозит. Депозит и у трейдера нет никакого преимущества перед кажущейся сильной идеей и ее непременной отработкой. Редактор субтитров А.Семкин